Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы обратимся сейчас к заключительной главе первой части книги Исайи или к заключительной главе тех текстов, которые были составлены пророком Исайи Иерусалимским и его ближайшими учениками. Это глава 39 в нашей теперешней нумерации. Очень коротенькая. Она завершает нарратив о царе-языке и том, как строились отношения этого царя с Богом. И в этих отношениях принимает участие пророк Исайи Иерусалимский. Поэтому, собственно, и сообщение об этом присутствует здесь, в этой книге. И не только в исторических хрониках. Итак, последнее событие, которое рассказано Исайи Иерусалимским, заключается в том, что уже когда опасность от ассирийцев миновала, происходит такое, я бы сказал, дипломатическое недоразумение, потому что к царю Иезекии приходят послы от вавилонского царя. В то время вавилон еще довольно маломощная держава, подчиненная власти ассирийцев, еще не обретшая совсем самостоятельности. Да, и вот вавилонский царь присылает к иерусалимскому царю языки посланников, и, по-видимому, речь шла о некой возможности заключить союз таких второстепенных и слабых держав, в надежде, что, обложив, так сказать, со всех сторон ассирию, можно будет некоторым образом вести самостоятельную политику. Ну, потому что, на самом деле, знаете, конечно, да, после того, как погибло войско, в одну ночь войско фараона Синахириба под стенами Иерусалима, конечно же, царь отошел от Иерусалима и занялся там разными внутренними неурядицами, но при этом, конечно же, все равно в полной мере самостоятельными, ни в ассирийскую, ни в позднейшие эпохи никакие державы здесь никогда не были. Вот они поэтому пытаются как-то, держась друг за друга, организовать такие союзы, чтобы, ну, хоть какую-то самостоятельность добиться. И поэтому вот вавилонский царь посылает в Иерусалим посланцев. И царь Языкия довольно естественным образом пытается показать посланцам Вавилона, какие у него ресурсы, какой он там богатый, сильный, мощный. Вот он показывает золото, серебро, драгоценные масти, весь оружейный свой дом, то есть арсеналы, где запасено оружие для войска. Собственно, вот он хвастается богатством и военной мощью, все, что находится в сокровищнице. И, ну, наверное, это в самом деле понятно. Ему нужно убедить вавилонского царя, что мощь царя Языки, мощь Иудеи и Иерусалима – это не пустой звук, а нечто реальное. Ну и, видимо, вероятно, он переходит здесь границы разумного и действительно начинает хвастаться, начинает хвастаться. Насколько мы можем судить по рассказу, он именно что показывает все это как свои достижения, как свои достижения. Безумие Языки не столько в том, что он ради политических выгод пытается убедить в чем-то там вавилонских посланцев, сколько в том, что он хвастается тем, что у него есть, в то время как у него ничего нет, что не было бы дано Богом. И даже его собственная жизнь, как мы видели с вами в предыдущей 38 главе, эта жизнь дарована Богом в ответ на специальную слезную просьбу царя Языки. И вот Господь через Исаию обращается к царю и говорит, кто это, откуда приходили они к тебе, что они видели. И вот царь Языки говорит, что они приходили из Вавилона, видели все, видели все. И Господь через пророка Исаию говорит царю Языки, вот будут дни, когда все в доме твоем, что собрали отцы твои, вот все это богатство, мощь, арсеналы, золото, серебро, все это будет унесено в Вавилон. Рассказ, который мы здесь с вами обнаруживаем, он, в общем, конечно, может считаться сделанным постфактум. Но главное даже не это, а то, что вот все, чем ты похвастался, все будет изъято из рук твоих. Вот основной смысл содержания того, что происходит. И дело даже не в том, что оказался на этом месте именно Вавилон, в котором потом будут пребывать в плену потомки Языки. А то, что вот все, чем ты похвастался, все будет отнято у тебя и отдано другим. Надо сказать, довольно шокирующий, конечно, ответ в самом конце дает Исаии царь Языки. Он говорит, ну и хорошо, ну и хорошо, благослову Господне, потому что Бог сказал, что в мои дни будет мир и благоденствие, а унесут это все в Вавилон когда-нибудь потом. Очень странный ответ. И вот на этой неясности, собственно, обрывается книга пророка Исаии Иерусалимского. Дальше, начиная с 40-й главы, будет разговор о возвращении из Вавилонского плена, которое произошло, в общем, где-то через два столетия после царя Языки. И написано первая и вторая половины разными людьми. Во второй половине мы увидим другой строй мысли, отчасти даже другие богословские категории. Я уж не говорю о различии языка, потому что во второй половине появится, скажем, там, заимствование из других ближневосточных языков, в том числе персидского. И вообще разговор будет о царе Кире, до которого от Языки много времени. Таким образом, понятно, что авторы первой и второй половин, один был современником Синахириба Языкии, другой будет современником царя Кира. Их разделяет приблизительно два столетия. Но тот, кто составлял эту книгу, вот применил еще, заметьте, такой своего рода редакторский прием. Он закончил первую половину, тот, кто систематизировал, рассказом о том, не рассказом, а пророчеством о том, что будет богатство Иерусалима унесено в Вавилон. И сыновей твоих, которые произойдут от тебя, они возьмут, и они будут евнухами при дворе царя Вавилонского. А вторая половина начинается с того, как из этого самого Вавилонского плена возвращает бог свой народ. В связи с этим различием авторства, как мы уже не раз говорили, в современной библистике принято называть этих двух пророков по-разному. Исаии Вавилонским, автора второй половины книги Исаии, а автора первой половины чтения, которую мы сейчас с вами заканчиваем, Исаии Иерусалимским. История Иерусалима